В четверг Верховная Рада Украины приняла закон по Донбассу, который отменяет Минские соглашения и сам механизм переговоров. Таким образом наступает новая реальность, и она в том, что налицо все признаки войны, которая так нужна Киеву. Закон ликвидирует прежнее название – антитеррористическая операция. То, что предстоит, теперь будет называться войсковая операция. То есть террористов уже нет. Зато в законе есть никем, пока на Украине не найдены, кавычки, вооруженные формирования Российской Федерации. Теперь, по крайней мере, они есть хоть на бумаге. То есть так. Своих же граждан в Донбассе их волю, интересы, сам факт их жизни в Киеве в упор не видят. Для войсковой операции создается так называемый объединенный штаб. Командовать им будет сам Порошенко. Он же в обход Конституции Украины получает полномочия использовать войска для подавления протестов населения на всей территории Украины. Это на случай недовольства войной и усугублением нищеты. Если до сих пор непризнанные республики ДНР и ЛНР были представлены на переговорах и, де-факто, сторона Минских соглашений, а Германия, Франция и Россия гаранты, то по новому украинскому закону ДНР и ЛНР лишь оккупационная администрация, а оккупант и агрессор – Россия. Так Киеву удобнее начать войну. Признать, что Донбасс не принял нацистский госперворот в Киеве никак нельзя. Даже из практических соображений. Ведь если Россия – агрессор и оккупант, то от Америки можно бесплатно получать смертоносное оружие. Пока противотанковые ракетные комплексы живели, а потом и всё, что потребуется. Так можно не платить по внешним долгам. Так можно отказываться от предстоящих выборов. Так можно оставаться у власти, как мечтается, бесконечно. Тему продолжим сразу после репортажа нашего военкора Александра Сладкова о том, сколько крепка оборона Донбасса. Мы находимся недалеко от линии фронта. В принципе, изменений в ситуации этот закон здесь пока не вызвал. Военные занимаются своим делом. Впрочем, уже не одна война начиналась с кажущегося спокойствия. Здесь, если и была надежда на мирные переговоры, то на этой неделе она растаяла. Военные вгрызаются в землю по всей линии фронта, теперь ожидая украинского наступления в любом месте и в любую минуту. Ну, собственно, украинской стороне абсолютно всё равно на Минские соглашения. И будет военным путём реинтегрировать Донбасс. Будем оборонять родную землю. Несмотря на привычку к опасности, многие жители Донбасса воспринимают принятый в Киеве закон не иначе, как объявление войны. Это война, это блокада, это ничего хорошего. Тут в Донецке, скажем так, люди очень переживают, чтобы не началось военных действий. Денис Владимирович, война это или не война? У нас война и не останавливалась, наверное, ещё с 2014 года. Стреляют на линии соприкосновения независимо от перемирий школьных, хлебных и прочего. Мы давно уже в таком режиме, что в любой момент ожидаем, наверное, каких-то агрессивных действий со стороны Украины. Порошенко заявил, что этот законопроект позволит быстрее нас вернуть в Украину. В его понимании, это освобождение наших земель от нас. Моё личное мнение, это закон позволит развязать руки украинской военщине. Украина заявляет, что намерена силой вернуть Донбасс. Киев открыто игнорирует то, что удалось сохранить в экономике ЛНР и ДНР. Регион блокируют, отрезают его от украинской финансовой транспортной системы и даже от сотовых сетей. Последний киевский оператор связи ушёл из ДНР. Местная компания «Феникс» работает в авральном режиме. «Фениксом пользуюсь, да, но он бывает сразу словит хорошо, бывает нет, смотря как. Вот сегодня днём раз, с первого раза я дозвонилась к сыну. А бывает несколько раз надо набирать. Вот вечером тяжело». «Это часть войны, часть гибридной войны, когда они пытаются информационно нас как-то задушить». «Они – это Украина, это Киев». «Да. Нас отключает от связи. Нам запрещают, по сути, вести переписку. Мы не присоединены к Всемирному почтовому союзу. Мы лишены из-за Украины возможности управлять письма. На сегодняшний день многие люди лишены нормальной связи». Молодая команда «Феникса» отражает кибератаку со стороны Киева. Новые базовые станции в республике растут как грибы. «Каждый день сейчас увеличится по 30 тысяч абонентов в день». «То есть вы продаёте по 30 тысяч карточек?» «По 30 тысяч карточек. Конечно же, мы не полноценная в какой-то степени связь, если мы говорим о стандартах, к которым привыкли все граждане мира. И этим самым мы компенсируем чем? Мы компенсируем низкой ценой. Сим-карта стоит 120 рублей, а банкоплата в месяц стоит 50 рублей. Это самая низкая цена в мире, наверное, на пользование сотовой связи». «В Донбассе люди говорят, что Киев не сможет уговорить их вернуться на Украину. И тем более, невозможно добиться этого силой». «Цель 101 – подавить. Я беру 15, приём». «В глубоком тылу ДНР и ЛНР сейчас гремит канонада. Военные реагируют на обещания Киева взять Донбасс силой по-своему. Солдаты, местные жители учатся воевать. На полигонах, меняя друг друга, маневрируют роты и батальоны, полки и бригады. «Беркут-15, я Памир-21, САР-33 выполнил». «Выстрел!» «Вооружение позволяет, подготовка позволяет. Кто только приходит, проводим с ними подготовительную работу. Работают полигоны, всё у нас работает». Украинские же военные стягивают к Донбассу свежие полки и бригады. Увеличивают свою группировку. Киев заявляет, что для его военных вот-вот начнутся поставки американских противотанковых ракетных комплексов «Дживелин». В семи бригадах украинской армии уже идёт отбор людей, которых научат применять «Дживелин» в Донбассе. Но военные ДНР уверяют, американские «Дживелины» скоро окажутся их трофеями. Продолжение следует...